кроме этого как вы прокомментируете решение суда в ростове-на-дону которая де-факто как бы признала присутствие российских войск к на территории украины может ли это оказаться инструментом давления какого-нибудь на россию или какие-то будут последствия после этого безусловно украины использует это решение для для своих судебных делах у которых она обвиняет россию в вторжении в виде гибридной войны все в остальном но на самом деле это конечно космическая глупость напомним решение суда по которому суду осудил одного из подрядчиков российской армии который воровал на поставках продуктов питания российским солдатам и ну постановил в этом решении что и российские солдаты находились на территории донецкой луганской областей космическая глупость но это я думаю для россии это не новшество россии россии россия говорит что это просто ошибка что он просто вошелся в тексте указал неправильными неправильный регион с учетом того что это электронные средства размещения и там банально можно хакерский что-то поменять в этом исключить полностью это нельзя но все же просто похоже прежде всего на несусветную на космическую глупость со стороны конкретного судьи которые по ходу не даже новостей не смотрят хорошо давайте обсудим с вами последние рейтинги вот вышли рейтинги рейтинг и к мисс последние рейтинги показали что рейтинг президента уже стабилизировался перестал падать но в то же время слуга народа потеряла партийное лидерство и европейская солидарственность уже 2 до 2 выпуск подряд она занимает первое место вот что будет происходить с рейтингами власти дальше и будут ли они как-то дальше как он их будет удерживать с помощью чего каких-то репрессий там или будет закручивать гайки дальше что он будет делать тут мы видим разные трактовки этих рейтингов но все зависит от того от чего сравнивающим сравнивать если мы сравним эти рейтинги с летом то мы видим проседание рейтинговой президента и партии процентов на 5 так очень грубо грубо чтобы не не путать наших зрителей я призываю подписываться телеграм-канал у и по там есть каждый достоверный рейтинг можно заливать все динамики но сейчас не будем забирать это время если сравнить рейтинги президента его партии с рейтингами декабря прошлого года так падение падение там на 1,3 у президента а партия даже сегодня находится в лучшем положении нежели год назад год назад напомню КМИ сдавал и третье четвертое место даже даже батюшки не проигрывал что с чем сравнивать если сравнить результаты президента через два с половиной года работы с результатами не знаю Порошенко они лучше с результатами Януковича они хуже если сравнить партию партию власти с результатами например партии регионов то они хуже тут что с чем сравнивать в любом случае можем сегодня видим что зеленский остается лидером все же в рамках этой закрытой системы понимаем что прошлом году когда электоральный кризис был более глубоким даже для зеленского они же сегодня сегодня лучше себя чувствует был открыт внутренний фронт где заработала с нбу которая начала принимать решение по наиболее токсичным фигурам или группам фигур в обществе начиная от Медведчука заканчивая там контрабандистами всеми и это добавило власти рейтингов и они весной где-то достигли определенного пика в май июнь был пик наверное пока вся эта история не выдохлась и мы понимаем что команда власти что сейчас что-то будет новое придумать будет снова перезапускаться перезагружаться для того чтобы снова стабилизировать или даже увеличить свои рейтинги что умеет эта команда так как не умел никто до них вообще никто до них она умеет управлять настроением то есть она не управляет даже информационным пространством она не умеет им управлять но она умеет управлять настроением и все эти вещи от 1000 чсд и об электронном голосовании о двойном гражданстве и гражданстве для наших диаспор снижение возраста голосования все это вещи которые управляют настроением как раз той целевой группы на которую работает эта команда это прежде всего молодежь и средний возраст